Барановичского краеведческого музея Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». С 23 по 27 августа на обуз Лесновском полигоне, учебном центре Лесище, а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей, тылового и технического обеспечения, проводится совместное специальное учение силами и средствами тылового, технического, материально-технического обеспечения вооруженных сил Белоруссии и России. Цель обучения – проверка готовности и способности органов военного управления сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021». Всего в практических действиях будет задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники. 23 августа аппаратное совещание Барановичского городского исполнительного комитета началось с того, что глава города представил нового начальника отдела спорта и туризма Барановичского госполкома. Им стал Александр Цыганчук. Назначен новый начальник отдела спорта и туризма Барановичского госполкома. 23 августа глава города Юрий Громаковский вручил удостоверение Александру Цыганчуку. Он профессиональный спортсмен и у него соответствующая идея. Профильное образование в 2009 году закончено в городском старском юрисове физической культуры, спортсмено-педагогическая деятельность. Александр Цыганчук родился на Брещине в деревне Охова Пинского района в 1987 году. В 2009 году получил высшее образование по специальности спортивно-педагогическая деятельность, тренерская работа по пулевой стрельбе в Белорусском государственном университете физической культуры. Стаж в отрасли исчисляется с 2009 года. В дюшор номер 3 Александр Цыганчук работал тренером-преподавателем. В 2010-2011 годах являлся главным специалистом отдела физической культуры, спорта и туризма госполкома. До 2013 руководил дюшор по легкой атлетике. Последующие 4 года являлся директором детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию. В 2018-2020 годах инструктором-методистом дюшор номер 1. С 2020 года и до настоящего времени возглавлял хоккейный клуб текстильщик. Председатель госполкома отметил, что в своей работе новый руководитель должен уделять внимание не только вопросам спорта, но и такой важной сфере, как туризм и в частности туристическому потенциалу нашего города. Среди основных задач, которые ставит перед собой новый начальник отдела, это обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма на территории города Барановичи, координация деятельности физкультурных, спортивных и туристических организаций по вопросам физического воспитания и оздоровления населения, развитие детско-юношеского спорта, подготовки спортсменов высокого класса, развитие туристической инфраструктуры, физкультурно-оздоровительной и спортивной массовой работы в городе Барановичи, осуществление мер по укреплению материально-технической базы физической культуры, спорта и туризма, развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры, спорта и туризма, пропаганда физической культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни. В этот же день, сразу после получения служебного удостоверения, Александр Цыганчук провел ряд встреч, в которых обсуждались вопросы развития спорта в нашем городе. В том числе он встретился с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Павлом Попко. В частности, они обсудили вопрос дополнительного использования спортивной инфраструктуры нашего города. По состоянию на 23 августа за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 701 пациент. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 470 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 464 300 пациентов, в которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 13 500 тестов. Всего в стране проведено 7 674 134 теста. В выставочном зале Барановичского краеведческого музея 20 августа царила необычная душевная атмосфера. В этот день начала свою работу выставка художницы Надежды Брановец. Свою выставку она назвала «Мой родный код» и посвятила своей маме. 20 августа в выставочном зале Барановичского краеведческого музея открылась персональная выставка члена Союза художников Беларуси Надежды Брановец. В экспозицию выставки вошло более 40 работ. Наряду с работами, написанными художницей, за последние несколько лет на выставке экспонируются и работы с созданием, которые датируются 70-80 годами прошлого столетия. Эта выставка – «Мой родный код», посвященный моей маме и Белоруссии. Работы эти были с 1967 года по 2001 год. Родилась Надежда Брановец 5 июля 1938 года в поселке Маяк Слудского района. После окончания местной средней школы с 1957 года жила в Минске, работала ретушером в типографии. Одновременно занималась студией изобразительного искусства у выдающегося педагога Владимира Гамонова. В 1958 году поступила на художественный факультет Московского полиграфического института, где училась два года. В 1961-1967 годах продолжила обучение на отделение графики Белорусского государственного театрально-художественного института и успешно его закончила. Училась у Орлена Кашкуревича, народный художник-график. С 1968 года живет в городе Барановичи, работала в мастерстве художественного фонда Республики Беларусь. Помимо творческой деятельности, Надежда Гавриловна успешно занимается и педагогической. Была руководителем студии изобразительного искусства при Доме офицеров. Несколько лет преподавала в детской художественной школе. У Надежды Гавриловны много благодарных учеников, которые уже стали известными художниками. У меня очень много учеников. Все учатся за рубежом, все обращаются ко мне и все получают образование. И я их учу как академическому рисунку, так и живописи, классической живописи. Свою выставку Надежда Броновец назвала «Мой родный кут» и посвятила своей маме, Броновец Надежде Дмитриевне. Именно мама для художницы – это символ красоты и гармонии мира, любви и духовной силы. Многие работы художницы написаны рядом с домом, места, знакомые с детства, наполненные воспоминаниями, понятные и близкие. Пленяющие трогательным обаянием и уютом родные уголки. Ее картина – это ее душа. В технике масляной живописи выполнены серии работ «Мой родный кут», портрет Николая Гусовского, «Девчата с цветами». Работает художницей в монументально-декоративном искусстве – витраж, графита, фреска. Основные ее монументальные работы находятся в Барановичах. Это выполненные для ресторана железнодорожного вокзала «Барановичи-Полески» в технике литого цветного витража на цементной основе 12 композиций времена года, выполненные на стеклозаводе «Неман». В этой же технике выполнены шесть витражей «Музы» для музыкального училища, витражи «Алхимики» для аптеки номер 146 города Барановичи и «Жизнь» для аптеки номер 142 города Бреста. Среди росписей наиболее значимые «Четыре времени года» и «Белорусская полька» в центральном загсе города Барановичи и «Песня о Беларуси» для магазина «Цветы» в Минске. Каждый художник уникален своим творчеством. Смотря на работы, можно многое сказать о человеке, о его состоянии души, внутреннем мире, как он относится к жизни, что чувствует, каков его путь. Благодаря работам, представленным на выставке, у зрителей будет уникальная возможность соприкоснуться с духовным миром глубокого и интересного человека Надежды Барановец. Музей приглашает жителей и гостей нашего города посетить выставку «Мой родный куд» до 5 октября. Перед началом учебного года Барановичский краеведческий музей приглашает окунуться в мир детства, посетив выставку «Кукол. Жили-были». Вас встретят более 100 персонажей из белорусских, русских, украинских, венгерских, английских сказок. Яркая и познавательная выставка будет интересна и детям, и их родителям. Выставка будет работать в малом выставочном зале Барановичского краеведческого музея по адресу улица Советская, 72, ежедневно с 10 до 16.30. Новый учебный год уже совсем близко. В этом учебном году тема первого урока «В единстве белорусского народа. Основа независимой страны». Посвящена она году народного единства. 1 сентября 2021 года в нашей стране к учебным занятиям приступят около 1,085,000 учащихся. Первый звонок прозвенит для 118,000 первоклассников. В 2021-2022 учебном году в стране будет функционировать 3762 детских дошкольных учреждений образования, 2,940 государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 учреждений дошкольного образования, 6 учреждений общего среднего образования. По традиции, в первый школьный день в Республике Беларусь проводится День знаний. В этом учебном году тема первого урока «Единство белорусского народа. Основа независимой страны». Посвящена Году народного единства. Министерством образования Республики Беларусь определены сроки учебных четвертей и каникул в 2021-2022 учебном году. Первая четверть с 1 сентября по 30 октября 2021 года. Вторая с 8 ноября по 24 декабря 2021 года. Третья с 10 января по 26 марта 2022 года. Четвертая с 4 апреля по 31 мая 2022 года. На протяжении учебного года устанавливают каникулы. Осенние – 8 дней с 31 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Зимние – 16 дней с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Весенние – 8 дней с 27 марта по 3 апреля 2022 года включительно. Летние – 92 дня с 1 июня по 31 августа 2021 года. Для учащихся, завершивших обучение на второй ступени общего среднего образования – 82 дня с 11 июня по 31 августа 2022 года включительно. Для учащихся 1 и 2 классов, 3 классов для учащихся СОПФР, с 5-летним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования, в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 по 20 февраля 2022 года продолжительностью 7 дней. 28 августа с 9 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного исполнительного комитета Юрием Шулейко. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 80162-21-31-21. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всем доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин